В гимназии номер 3 города Хасавюрт состоялся круглый стол на тему «Молодежь за культуру мира против терроризма». В рамках круглого стола обсудили наиболее важные на сегодняшний день вопросы, касающиеся профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде. Главной целью мероприятия было формирование общественного сознания, гражданской позиции и развитие самостоятельного суждения у подрастающего поколения. В полете терроризм или терроризм появилось впервые в 18-м веке во Франции. В начале понятие терроризм имело оттенок, положительный оттенок. А после, уже во время французской молодости, понятие терроризм стало синонимом преступлений или миропреступности. В начале 20 века в России были совершены около 5000 террористических актов. В 1881 году агентом охранки был убит сам царь Александр II. В 1902 году был убит председатель Совета Министров Союза. В качестве почетных гостей и для проведения разъяснительной беседы по профилактике идеологии терроризма с воспитанниками гимназии были приглашены сотрудники администрации, ветераны ОМВД России и работники отдела просвещения. Магомед Расул Амиралиев, работник отдела просвещения, отметил, что причины возникновения терроризма в неведении и незнании своей религии. Терроризм, как он возник, какие его последствия здесь, никому не секрет, да? Все озвучили какие проблемы, что они рушат, ничего не строят. Все проблемы от террора, да? Но нам нужно с вами еще узнать, как бороться с терроризмом. Как именно сделать так, чтобы наши грейские люди не стали террористами? Самое лучшее это то, что к нам пришла религия, которая даже одним словом не разрешает вредить другому человеку. Мы же это знаем в исламе. Один человек, если отсутствует, и за его спиной кто-то что-то скажет, ему же это грех, правильно? Одним словом не разрешает вредить другому человеку. Такая чистая религия, когда пришла, появились враги ислама. Казалось бы, да, убивают, рушат и так далее. Посадите, бандиты. Но нет, они это делают именем ислама, да? Именем ислама. Говорят лозунги, самые распространенные лозунги мусульман, да? Аллаху Акпар. Это лозунг мусульман. Человек, когда делает намаз, он говорит эти слова. Мы день пять раз слышим, звучат азан, говорят эти слова. Таким образом, они хотят именно использовать лозунг ислама и совершать такие плохие поступки. Они добились того, чтобы люди боялись ислама. Но мы, люди, мы должны говорить, что терроризм, он никак не связан с ислама. Он не может быть связан с ислама. Но самое лучшее, чтобы мы, остерегаясь от террора, это мы должны вспомнить хадисы пророка, который говорит, человек на религии своего друга, дружите с праведными друзьями. Понимаете? Таким образом, наставляйте своих друзей. Это мы должны вызывать. Если ты видишь, что твой друг изменился, помоги ему. Расскажи об этом. Председатель Совета ветеранов ОМВД России по городу Хасавюрд Зайбодин Амаров рассказал о важности проведения таких мероприятий с целью защиты подрастающего поколения от идеологии экстремизма. В мэром города работал ваш выпускник, учащийся вот этой гимназии, тогда назвал 13-й школа, Саид Башадар Шумахарович. Он взял в свои руки, значит, оборонительные, защитительные функции этого города, собрал 6 тысяч апоцинцев масс и сказал, Впервые за 19 лет я раскрою вам, значит, слова этого мужественного человека, которого он сказал. Парламентарий здесь были, значит, подкупы, под попытки пройти через этот город, дальше Махачкала и все прочее. Он им ответил, лучше быть под землей, чем на земле, чтобы, значит, стать предателем и сдать этот город в городе врагам. Террорист, он не террорист, он не честь, не совесть, ничего нет. Вот справа встали духовный издатель, представитель духовного издательства сказал, 14 веков у нас коронавирус, 5-е послание Священного Маха. 14 веков. Сколько у наших врагов ислама пытались изменить хоть один аят, одну букву. Не удается, потому что ислам это чистый ислам. По окончанию мероприятия директор гимназии номер 3 Ризван Гулоев поблагодарил гостей мероприятия за оказанное внимание и обратился к ученикам со словами напутствия, в которых отметил, что они уже вполне самостоятельны и также должны вести борьбу с идеологией терроризма и экстремизма. Дорогие ребята, хочу вам тоже сказать такие слова напутствия, так как мы уже в узкие классы, которые буквально в двух шагах от самостоятельной жизни. Обратите внимание, какое мероприятие мы сегодня проводим. Я думаю, что вы тоже комфортно же самостоятельные зрели. Ребята со своим мыслью, со своим взглядом на жизнь должны пропагандировать эту деятельность нашим учащимся, которые идут за вами. И вот так из поколения в поколение у нас должна быть такая пропаганда за духовность, нравственность, патриартизм, за семью в первую очередь, за малую родину, наш флорок, республика, отечество. Мы должны являться достойными защитниками нашей страны. Курбан Гериханов, Пермагомед Пермагомедов. Информационная программа «Пульс».